Наша рубрика «Страница истории». Белорусский политик, доктор исторических наук, профессор Игорь Морзалюк рассуждает о влиянии исторических событий на современную геополитику, о том, как неудобные темы микшируются с новыми нарративами, и о белорусской национальной идее, которая строится на исторической памяти. У Польши, в адрозне от многих разных краин у Сходней, Центральной и Навад Заходней Европы, есть свои национальные амбиции, есть своя внешняя политика, своя внешняя политика. Так, Польша – проамериканская держава. Але якраз, дякуючи этому вектору, поляки, обапираючись на особые отношения со Случанными Штатами, у выпадку, кали б яны выбудовали вот этот пояс, кали б яны створили вот эту Европу Срадкова-Всходню, якая калісті была, и дзе Польша была головным стрыжнем, згодна этой геополитичной концепции, то яны б могли, а, с одного боку, на ровных суперстоять русскому медведю, яке они лечат, с другого боку, яны б могли больше упевненно диктовать свои умовы к Старой Европе и, в первую очередь, Федеративной Республике Германии, и быть на ровных со Старой Европой у Евросоюзе. Потому что Польша, ну, мы бачим это, значит, на протягу опошнях 10 годов, и она однозначно гуляя в свою гульню в Европе. Тому такая конфигурация, кали б яна склалася, и она объективно умоцавала Польшу и сослабила Германию. Немцы это выдатно разумеют, и тому так само аккуратно, мягко робят все макшимое, каб гэта не стала реальность. И гисторичные нарративы у такой ситуации, те, те инши сюжеты гисторичные, правильно отпрацованные, правильно вкинутые информационную благосферу, могут альбо сприять консолидации тих тих инших сюжетов, альбо на дворот разъедновать народы для того, каб не зарабить некие речи реальности. Кали створаусе Евросоюз, дарача, от кали створаусе Евросоюз, гэта проблема стала вельми важным элементом актуальной гисторичной повестки Евросоюза. И с гиперактуальными она стала после того, як Британия здесняла Брексит. Был створен институт гистории Европы, там колоссальное финансование. Для чего? Для створения новой агульно-европейской гисторичной идентичности. Вычленение тих сюжетов европейской гистории с французской, с немецкой, с итальянской, с какой иншей. Для того, каб створить агульно-европейскую идентичность гисторичную, каб купировать такие речи, отповедно певные сюжеты, які акцентують на разъединенности, на войнах, помеж, допустим, Францией и Англией, соступають у таким выпадку у подручниках на другий план. И вось гисторику профессийному, академичному в этой ситуации вельми складано. Тому, что уздровень политизованности певных сюжетов, он колоссальный. Головный выник и головный урок. Мы павинны думать об одном. Мы павинны думать про Беларусь, мы павинны думать Беларусь. У гэтым наша важнейшая задача. Про разразнастайность до национальной консультации, до одинства, до захования краины, где парадок во всем, где есть одна неподельная наша державность, наша нация, наш народ, який павинен жить у миры без войны и с глубоким разумением важности у взаимопаваги у сих, да у сих, незалежно от мовы, расы, конфессии и у сих остатних адрозненев. Мусим памятать, что беларускость – это людскость. И беларуская национальная идея якраз грунтуется на гэтым важнейшим посылом. Неважно, откуль ты головный, как ты был человек. Продолжение следует...